На Кубани продолжается реализация 11 национальных проектов. Так, в рамках проекта здравоохранения в поселке Целинном будет построен офис врача общей практики и новый фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Красноармейский городок. В 2020 году планируется провести капитальный ремонт хирургического и травматологического отделений Славянской ЦРБ, а также реорганизацию первичного сосудистого отделения в региональный сосудистый центр с приобретением магнитно-резонансного томографа, нового аппарата компьютерной томографии, ангиографа. В 2021 году запланировано строительство еще одного офиса врача общей практики в хуторе Голицыне. Благодаря нацпроекту здравоохранения в этом году сразу несколько медучреждений Славянского района пополнилось новым современным оборудованием. В реабилитационное отделение, где проходит восстановление больные, перенесшие инсульт, получена специальная беговая дорожка с подвесом, которая восстанавливает функцию ходьбы, тренирует сердечно-сосудистую и дыхательную систему. Беговая дорожка работает в нескольких режимах, оснащена всеми необходимыми датчиками, контролирующими состояние пациента. Благодаря таким занятиям на тренажере восстановление организма происходит быстрее и эффективнее. Значит, этот тренажер называется третбант или беговая дорожка. На этом аппарате мы можем выставить наклон беговой дорожки, скорость и время. Также движение вперед и назад. Для тех пациентов, которые не могут твердо стоять на ногах, существует система подвесов. То есть, как гамак, подвешивается пациент и уменьшается его масса тела, и он лучше передвигает ноги. Новое оборудование появилось и в детской поликлинике. Там приобретен современный портативный аппарат ультразвуковой диагностики, предназначенный для обследования именно маленьких пациентов. Аппарат новый, современный, экспертного класса, санаскейп, с четырьмя датчиками, как раз для деток рассчитанных, для маленьких деток. Сейчас нейросонография УЗИ головного мозга, брюшная полость, почки, щитовидная железа, сердце. У нас два доктора работают, одна смотрит УЗИ сердца, доктор, эхокардиография. Мы смотрим все остальное. Аппарат хороший, с доплером, современный. Нам удобно, очень удобно, хорошо всегда работать на хорошей технике. Благодаря тому, что новый аппарат УЗИ портативный, это позволит проводить обследование детей на выездах и тем самым увеличить доступность УЗИ исследования непосредственно в поликлинике для детей первого года жизни и больных хроническими заболеваниями. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».